Мы продолжаем наши уроки «Намаз от А до Я» по вот этой книге «Основы Ислама» согласно масхабу имама Азама Абу Ханифы. Итак, тема сегодняшнего нашего урока, видеоурока, это «Уаджибы намаза». Но перед этим хочу попросить вас, если вы смотрите впервые это видео, то у меня есть на канале плейлисты, переходите в этот раздел, ищите «Намаз от А до Я» плейлист, нажимайте на него, там будет ряд видеоуроков. Если вы еще не подписаны на этот канал «Исламские видеоуроки», то поспешите это сделать. Также поставьте колокольчик при подписании, чтобы вы сразу могли видеть у себя на телефоне или где-то на компьютере о новом выпущенном видеоуроке. Колокольчик для этого нужно, сразу уведомление к вам приходит. Также прошу поставить лайк к этому видео и написать какой-нибудь комментарий. «Аллах тааля разыбулся», пусть Аллах будет вами доволен, «Джазак Аллах хайрин» и так далее, чтобы все это способствовало продвижению этого видеоролика на просторах Ютуба. Ну, а мы начинаем. «Уаджибы намаза». «Уаджиб» означает как обязательные вещи. Это тоже невыполнение их, ваджибов, тоже считается грехом, как и фард. Есть фарды, фарды, фарды. Фард – это как строго обязательно, то, что предписано Ясным Писанием Всевышним Аллахом в Куране. А уаджиб – это менее обязательное. То же самое почти, но на одну ступеньку ниже. И то, и то, если не выполнишь, есть грех. Но, естественно, за фард греха больше будет. Смотрим. «Уаджибы намаза». Какие обязательные вещи в намазе? Ну, здесь краткая информация. Будем смотреть только основную, чаще встречающуюся. Давайте. Первое – произносить именно слова «Аллаху Акбар» в начале намаза только. Теперь в намазе, когда мы начинаем намерение, сделали какой намаз прочитать, так ведь? Потом – «Аллаху Акбар». Вот это сказать «Аллаху Акбар» является ваджиб. Не то, что руки поднять так или еще что-то. Именно сказать. Самое минимум, что вы думаете, хотя бы языком прошевелите эти слова, шепотом. Если вы читаете намаз коллективно, сзади стоите, имам говорит громко «Аллаху Акбар», и сзади все это «Аллаху Акбар». Тихо должны хотя бы произнести, произносить. Это ваджиб. Если вы не произнесете, намаз недействительный будет. Произнести именно слова «Аллаху Акбар» в начале намаза. Это только в начале. Остальные, где когда на руку поясной поклон или земной поклон идем, произносим же «Аллаху Акбар» – это уже другая категория. К ваджибу не относятся. Именно только первый такбир – это считается ваджиб намаза. Второе. Читать наизусть суру Аль-Фатиха. Все понятно. Третье. Читать после суры Аль-Фатиха одну короткую суру или равноценной суре по длине аята. Да. После Фатихи, Фатиха ваджиб читать. После него, значит, тоже короткую суру читать, тоже ваджиб. Минимум. Какой минимум здесь? Суры бывают разные. Есть вот такие, есть вот такие. Минимум, чтобы три аята было. Например, «Инна а'та инакал каусар фасаллили роббика ванхар инна ша ни ака хуал абдар». Вот это вот расстояние, можно и один аят с таким расстоянием прочитать. Например, аят Аль-Курси. «Аллаху ля илля хуал хайю лькайюм». Аят Аль-Курси – это один аят, но он длинный. Он больше, чем каусар. Вот три предложения, которые я прочитал. Поэтому допускается тоже один аят. Вот он говорит, смотрите, как тут написали. Читать после суры Аль-Фатиха одну короткую суру или равноценной суре по длине аят. Либо вот что-то похожее по размеру с каусаром, который я прочитал. Идем дальше, понятно. Вот Фатиха, короткая сура или аяты, тоже считается уаджиб читать. Четвертое. «Выполнять кайраат» – чтение сур или аятов первых двух рикятов, считается уаджиб. Кайраат. Пятое. «Выполнять два саджда земных поклонов друг за другом». Первый саджда – это получается у нас фарс, строго обязательно. Мы же два саджда делаем, помните? Второй садждай – это уаджиб. Тоже обязательно. Обязательно выполнять два земных поклона. Шестое. «Соблюдать таадиль аркан». То есть четко и спокойно исполнять элементы намаза с фиксацией каждой части тела в определенном для нее положении. Если, например, вот вы стоите в намазе, то есть в намазе ровно стоите после слов Аллаху Акбар, вот намазе стоите четко, то есть четко должны стоять. Потом, когда идете в руку Аллаху Акбар, поясной поклон, да? В поясном поклоне тоже вы должны четко это показывать, то есть зафиксировать. Нельзя вот так читать. «Аллаху Акбар, сами Аллаху Алиман, сами Аллаху Алиман Хамидай еще не успел выпрямиться, и сразу идешь на садждат земной поклон». Так нельзя делать. Руку четко. Как будто бы, знаете, вас спросят 3 секунды минимум, подожди, я тебя сфотографирую. Вот так надо читать. Фиксация называется. Фиксировать, фиксировать движение. Руку пошли. Аллаху Акбар. Субханарум лазим, Субханарум лазим, Субханарум лазим. Сами Аллаху Лиман Хамидай. Встали, зафиксировались. Рапана ауаля ки аль хам. Аллаху Акбар. Насажда то же самое. Вы присели, то же самое. То есть сразу вот так не надо, как курица. Тук-тук-тук-тук-тук. Есть даже такой хадис, как курица, чтобы не читали намаз. Поэтому фиксация движения – это уаджиб. Если ты после руку, после поясного поклона выпрямишься, не успеешь до конца выпрямиться, и сразу пойдешь на садждат, у тебя может не приняться такой намаз. Он будет недействительный, потому что это уаджиб. Обязательно фиксация должна быть. Чик, 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 чик и так далее. Седьмое. Читать молитву Ат-Тахият во время ка'да. Читать молитву Ат-Тахият во время ка'да. Ка'да – это вот это вот сидение в намазе. Мы же два раза стоим, потом поклон, поклон и так далее, сидим. И там мы должны читать Ат-Тахият. Вот этот Ат-Тахият читать является ваджибом. Восьмое. Салям при завершении намаза. Конечно же. Саляму алейкум урахматуллах. Саляму алейкум урахматуллах. Тоже это является ваджибом намаза. Читать про себя беззвучно суру Аль-Фатиха и другие суры или аяты при выполнении фардов, полуденного и послеполуденного намаза. То есть намаза. Зухар и асар должны читаться тихо. Это ваджиб. Если вдруг по привычке Аллаху Акбар, вот в дневное время сейчас светло, например, сейчас время асра, нет, время зухара, и ты зухар начинаешь читать слух, потом вспомнил, что это же зухар, здесь надо читать тихо сразу про себя. То есть немысленно, а шепотом имеется в виду, мысленно намаз нельзя читать вот так вот. Минимал у тебя должен двигаться язык и губ. Вот так вот. Значит, зухар и асар читает тихо, это является ваджибом. Читать вслух имаму, именно имаму, если ты, у тебя сзади есть джамаат, кто сзади с тобой намаз читает. Читать вслух имаму суру Аль-Фатиха и другие суры и аяты при выполнении фардов утреннего намаза фаджр, вечернего магриб и ночного намаза Иша, а также при совершении пятничного и праздничного намазов. Все эти намазы читаются вслух, если вы имам и сзади вас есть джамаат. Такие намазы надо вслух читать. Альхамдулиллахи роббил ааламин. Если вы будете их тихо читать, то если вспомните, надо сразу вслух читать. За ошибки или пропущение ваджиба или оставление его на потом, то есть с опозданием, что-то такое, надо делать саху в саджда. В следующих уроках мы будем это проходить. Пожалуйста, подписывайтесь, поэтому колокольчик надо поставить, чтобы вы сразу видели, у вас будет выходить уведомление, что вот выпущено новое видео, вы смотрите саху в саджда, при ошибке в намазе, что делать, и будете уже сразу в курсе. А так, если колокольчик вы не ставите, не всегда приходят уведомления, не всем, не всем. Идем дальше. Сидеть после двух первых ракеатов при совершении намазов, состоящих из четырех или четырех ракеатов. Не подумайте, я немедленно читал, я просто задумался. Сидеть после двух первых ракеатов. Вот вы читаете, есть намазы Магриб, например, три фарда, там, да, есть четыре фарда, Иша-намаз, например, как, да. И он говорит, что после первых двух, если намаз больше двух, три там или четыре ракеатов, то всегда после двух надо сидеть вот здесь. Первый намаз прочитал, поклон и сделал, ракеат, потом на второй встал, поклон и сделал, сесть. Это уаджиб. Нет, нельзя сразу вставать на третий или четвертый. Если так станешь, надо быстро сесть и почитать Ат-Тахиат. Вот. Сидеть после первых двух ракеатов в четырех ракеатном или в трех ракеатном намазе является уаджибом. Обязательно. Дальше идем. Читать суру Аль-Фатиха до чтения дополнительной суры или аятов. Конечно, Фатиха должна произноситься первой. Может быть так, что ты забыл, как бы задумался о чем-то в намазе, хотя так нельзя делать. У меня всякое бывает. Думаешь о чем-то и сразу начинаешь суру читать. А Фатиху потом понял, что ты Фатиху не прочитал. Надо ее читать. Это ваджиб. Обязательно. Читать суру Фатиху до дополнительных сур или аятов. В намазе считается ваджибом. Совершать сахов сажда за пропущенный по забывчивости какой-либо уаджиб намаза. Вот. Сахов сажда. Это мы будем дальше смотреть, как его делать. Подробнее там. Сахов сажда. Если уаджиб ты задержал или забыл сделать, обязательно надо сахов сажда сделать. Это штрафное, понимаете, ошибка. Чтобы покрыть эту ошибку, надо сахов сажда сделать. Перед салямом получается. Вот вы в самом конце намаза читаете. Ат-тахия, салават, дуа потом. Потом перед салямом. То есть салям делаете. Если вы один читаете салям, делаете в две стороны. Потом два сажда делаете. И опять садитесь и читаете снова. Ат-тахия, салават, дуа. Потом салям даете. Вот это сахов сажда. Четырнадцатое. Читать дуа кунут во время намаза витер. Понятно? Есть ребята, братья, сестры, мусульмане. Очень много людей, которые Робана Атина услышали, что можно читать, пока ты учишь кунут. И все время читают ее уже на протяжении многих лет. Если у вас так, напишите это в комментариях. Поэтому надо прочитать, надо выучить кунут дуа. У меня на канале тоже оно есть. Кунут дуа наберете там. В плейлисте молитвы, читаемые в намазе. Кунут дуа очень популярный на моем канале. Считается, очень много просмотров набрало. Очень подробно я расписал. Там транскрипция есть. В описании видео тоже перевод. Все такое. Читать во время витер намаза дуа кунут. Это уаджи. Пятнадцатое. Одновременно касаться земли лбом и носом во время сажда. Понятно? Вот представим, что это пол. Вот вы сажда земной поклон делаете. Вот так надо делать, да? Не вот так, потом вот так. Или вот так. Или вот так. Стараться одновременно касаться вот так вот. Это является ваджибом. Самые основные ваджибы намази. Напоследок этого видеоурока. Еще раз напомню. Те, кто не подписаны, пожалуйста, подпишитесь на канал. Я вас прошу. Поставьте колокольчик, чтобы уведомления получать. Также прошу поставить вас лайк на этом видео, чтобы было продвижение. Также прокомментируйте любым комментарием под этим видео своими словами что-нибудь. Спасибо за урок. Аллах раззабыл. Сан-джазак. Аллах хайрам. Пусть Аллах простит ваши грехи, грехи ваших родителей, вашей семьи и так далее. Спасибо, спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok